Привет! В таком эмоле находимся. Ноги на столе, как у истинных американцев. Говорят, правда, что американец кладет ноги на столе. На журнальный стол, когда смотрят фильм, могут положить ноги, но в обуви, но аккуратно каблуками. Мой так не делает. Видела, видела, людей так делают, чисто американские, мужики, особенно молодые. Да, машина на продажу. Обычно все, что выставлено. В молах очень дорого, эксклюзивный экземпляр. Всякая там такая накрученная машинка. В сковородочный магазин, девочки, не пойдем. Уже сколько этих сковородок просматривали, это хороший мол. Сейчас мы в хорошем моле будем сковородки смотреть. Так, вот там Мэйсис, да, вы были? А то не забуду, куда заходила. Вот. Фив Саксавини. Вот сейчас пойдем в этот богатый магазин. Мне говорят, ой, здесь какой-то стеклянный пол. Не проваливаешься тут? Стекло не побьется. Вот. Хасбин разговаривает по телефону. Целый день сегодня занят. Главное, на меня нету времени. И говорят, я выбросил меня здесь. Выбросил там закрытые магазины. Теперь сюда привез, выбросил. Выбросил меня, да? Хорошее слово. Молодежный магазинчик. Так, вот сюда мы сейчас пойдем. Сакс, Фивс. Фивс Авеню. Фивс Авеню. Пятая Авеню, да? Фивс. Файв. Пять. Фивс. Втечь в конце. Язык между зубами. Вытянуть и плюнуть. Натеречь. То есть пятый. Какой пятый. Красивый магазин. Красивая одежда. Очень шелковая. Все такая приятная на ощупь. Но очень дорогая. Знаете, да? Мы были с вами. Музыка меня забанит в этом магазине. Красивая штучка. И цвет хороший. Лето. Флорида. Но вы не представляете. 300 долларов, наверное. А может быть 500. Сейчас поглядим. Не вижу. Но поверьте, что так. Ладно, вы поверите. Надо мне сейчас пройти туда подальше. Сейчас мы пройдем дальше. Поправляют здесь вешалки. Вот здесь вот два пальца между этими. Вот здесь вот. Поняли, да? Девочка, я вижу. Сейчас она по два пальца. Дык, дык, дык. Конец рабочего дня. У них тут остался час до конца работы. Так все вешалочки должны быть на одном расстоянии. Значит, девочки, если вешалочки... Видите, здесь дистанция между... Дистанция между вешалками одинаковая, да? Если вы видите одинаковую дистанцию, девочки, накидывайте сразу на каждую шмотку 300 долларов. Если это пиджак, накидывайте 3000, потому что вот так он стоит в обыкновенном магазине. Похожий, похожий. Не такой же, конечно. Ну, может, похуже ткань там. Так он стоит там, например, хороший, да? Тысячу долларов. Накинете 3, будет 4 здесь стоить. Ну, учу вас. Туалеты шикарные там, туалеты шикарные. Бумага там шикарная. Там салфетки, там запах. О, Боже, хоть живи в том туалете. Такая сеточная. Вот, видите, опять вешалки, да? Красиво. Но это, правда, под конец дня. В среднее дня, когда будет народу много, тут они не успеют, эти вешалки. Народу много здесь не бывает. Потому что вот такая сеточная, красная, главное. Но на микро, это день Валентина, поэтому красная. 495, 500 долларов стоит, да? Ну, поэтому здесь народу много не будет. Вот, значит, Россия, доброе утро называется. Обалденный розовый этот, ну, обалденный на выход. Ну, опять же, это все из этих, из полос сделано, да? Не знаю, девочки, даже цену вообще. Я не буду даже смотреть. Я вам просто не вылазит ни одной этикетки. Значит, если вылезет этикетка, они же прячут их, знаете, да? Закон этих хороших магазинов, спрятать этикетку, чтобы человек, пока ее найдет, общупал, чтобы он к этому прилип, и чтобы он устал от того, что он ищет, и запсиховал, нашел и купил. Знаете, да? Психологическое давление. 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов. Этот самый зад у нас просто хорошая кожа, тоненькая. Это жилетка, да? Вот, кожа хорошая. Обещаю вам, и мех неплохой, хороший. Цена 10 тысяч долларов. Ну, это хоть смотрится ничего, вот это. Тожурка. Ну, а эти так, это в русском магазине можно на рынке купить, да? Подобные, да? И там у нас напишите, сколько будет стоить. 500 долларов. 1040-30, да? Не больше. Так, нет у вас? Циколка. Вот оно висит, вот это вот. Сейл, на сейле уже, которая там висела. Ну, пальто такое, да еще розовое, девочки. Внутрикатажное там внизу. Ну, ладно. Значит, у нас-то никто не носит, но оно здесь продается. Со смехом. Со смехом. Ну, красиво. Ладно, уходим от этих-этих. Вот это ничего. Ну, опять же, это день Валентина, она красная. Оказывается, закрывается на час раньше, чем мол. Я думала, до семи, а оно до шести. Поэтому я выхожу. Тут они все поправляли эти плечики. Ну, вот такое легкое лето. Шляпы. И шляпы тоже здесь будут дорогие. Ну, Фив Саксов, у него хороший магазин. Конечно, если знать здесь, надо будет мне его на телефон прикнопить этот. Зарегистрироваться, они будут мне... Да, ну, зарегистрироваться. И там они будут мне слать, когда у них сейл, когда чего, какие там цены, новые товары и прочее. Ну, новые товары, видите, что по 10 тысяч долларов, конечно, девочки. Девочки. Если кто бы вот это оценил бы, этот пиджак за 10 тысяч долларов, да, вот, ты вышел бы, а тебе говорят, боже, как она богатая, у нее за 10 тысяч долларов. А то, что никто не поймет. А никто не поймет, как неинтересно это все, не так ли. Пустой магазин, только там вот на первом этаже народ ходит. Вот. Наверное, здесь второй этаж закрывается. Сейчас мы, наверное, может, спустимся. Но она закрывается. Вообще, ну, закон в Америке, да, наверное, и в России тоже, что на повышенных этажах в торговых центрах брендовые магазины, которые дороже. Вот. А на нижних этажах так это попроще. И маленькие, маленькие магазинчики меньше объемом. Здесь уже секьюрити везде. А, это что-то у них здесь было пропускное. А, это в Яблоко пропускная была, секьюрити стояли. Все понятно. Ну, в Яблоко, конечно, будет. Вот. Это наш магазин, только первый этаж. В Яблоко, конечно, здесь вот эти вот проходы были. Потому что стоят люди в очередь. То менять, то покупать новый. Там и Багамос. Покупать новые телефоны. Телефончики. Вот. Может, они все до шести здесь? Кто знает? Да, наверное. Гляньте, закрыто. Наверное, не все здесь до шести. Здесь тетя убирает. Наверное, надо идти назад. А то еще не выйду, мол, закроется. Точно. Пошла я, наверное. Сейчас зайдем месяц. Наверное, месяц до семи открыт. В субботу закрываться раньше. Как хорошо было раньше, когда до пандемии. Магазины были открыты до девяти часов. В предпраздничные дни вот эти молы все до девяти работали. Даже после работы успеваешь. Даже дома чего-то там сделал, поделал. После обеда успеваешь. Даже поехать в дальний город, в тот подобный магазин. Все это было открыто. Сейчас черт знает что. Черт знает что, девочки. Мэйсис. Его величество. Короткая. Вот мне короткая. Для низкоростных людей. Это петит, мэйби. Ну, цена петит. Петит это для коротких. Ну, цена где? А цвет ничего такой. 108 долларов. Ну, это новая цена. Мэйсис очень быстро уходит на снижение цены. Через месяц уже будет вот там висеть дальше. 40% вот так вот. А через 4 месяца будет 60%. Но не значит, что эта модель будет. А вилла был. А вилла был это в наличии. В наличии. Говорят, по-английски когда звонят и говорят, мне нужна Сюзи, да? Сюзанна. Говорит, она вилла была или нет? Она есть в наличии или нет? Ну, так вот. Понятно? А вилла был. Да. Так при распродажах тоже здесь. Вот 50% всякие пиджаки, всякое это самое. Но это не значит, что вы не найдете свой размер. И может эти пиджаки были в разном цвете, например. Сейчас 45 стоит, 49 стоит сейчас. Это не значит, что вы найдете свой размер и свой цвет. Когда это все удешевится, оно может там размер быть через раз. Но если сетевые магазины, то вы съездите в другой мол и возьмете. Вот. Какие дела. Матрасис, написано матраса. Ну что, нам съездить вместе, да? От матраса подальше там и Багамас женский. Летняя одежда. Что-то я тут никогда ничего не покупала. Не знаю почему. Истами Багамас. Мужу, да. А женский, ален. Здесь очень много льна, ален полнит. Он стоит коробом. И вообще я когда из России эти ткани помню. Ну вот это ничего, платье, да? Трепетаж на оттенок. Опять же, это же для тем, кому до 16, да? Нет, ну это не юниверотдел. Но все равно тем, кому до 22. Хотя нет. Ну, если вы очень такая миниатюрная статуэточка женщина, и вам не до 26, а больше. Лен опять. Понимаете? Вот здесь найдешь и свой размер. Но будет стоять, как это самое, как-то это, на самоваре, которая... На самоваре, которая... Это там и Багамас был. Так, идем дальше. Это ГЭС. ГЭС, молодежная компания. Тоже из них я мало чего когда покупаю. Здесь что-то попадается. Нет, ничего не попадается. Лаки Брэнд. Лаки Брэнд. Футболки обычно есть у меня Лаки Брэнд. Такие поделочные всякие компоненты. Это у нас джамп-сут, да? Прыгающий костюм, то бишь комбинезон. Джамп-сут. Суд-костюм. 39 долларов, 40 долларов стоит джамп-сут. Но по Флориде так ничего. Но опять же, слышите, вот отрезная талия, это, конечно, тоже вариант для худосочной дамы, и у которой бедер. Или нет, или мама не наградила, или она их, может, срезала сзади. Сейчас же любые операции можно делать, да? Сзади бедра срезала. Слышите, что говорю? Вот. А если мама наградила, и ты хорошо жила, и сама умеешь готовить, и питаешься, и такой гурман по еде, и деньги есть, то вам этот джамп-сут не носить. Поняли меня? Потому что бедра у вас есть, и на них обращают внимание мужчины, особенно Кавказ у нас. Сейчас Кавказ ходит. Обращаю внимание на женщин, как дураки, блин, заколебали, я помню, в моей молодости. Ходят они там или нет у вас? Кто-то слушает меня с Кавказа. Здравствуйте вам, девушки. Чего они у вас все время уезжали из дома гулять по русским городам и за бабами бегать? Вы мне скажете кто-нибудь или нет? Уже задавала эти вопросы, никто не написал. Вижу, с иностранными вашими фамилиями, с кавказскими, есть подписчики, никто не ответил. Чего они дома? Чего им дома не сиделось? Ну, сейчас, наверное, нет уже, да? Страны разные. А раньше? Чего они уезжали на несколько месяцев обалдеть по другим городам? Я не могу понять. Чего их выпускали жены? Ой, я понимаю, что это уезжал контингент. Не учитель с доктором поехал по Москве гулять. Там этот, реднеки, по-английски называется. Реднеки – это красная шея. Реднек, нэк шея. Имеется в виду, на плантации работали люди, у них были загорелые шеи, да? Потому что, нагнувшись, работали на поле. Поэтому пошло слово «реднек». Имеется в виду, что простой рабочий, а вообще это называется здесь. Имеется в виду. Такая раз, а там вот эта юбка, да? Юбка. Нет, это платье. Девочки, вот такое платье опять короткое. Ред Майкл Корс, это, кстати. О, вы ж любите. О, господи, на ощупь нельзя взять. Полотенце грубое, вафельное. У бабушки есть вафельное полотенце. Вот такое на ощупь. Сама, конечно, ткань не вафельная, но на ощупь, как у бабушки. Вот вафельное тоже. Ну, так это. Ну, вот это что-то еще ничего, может. Это джамсут опять, прыгающий костюм. Ну, здесь хоть в бедрах не так хорошо ела всю жизнь, да? Не так, но. Так. Значит. Так, а здесь я уже ходила. Чего ж я буду ходить? Кельвин Кляйн. Кельвин Кляйн. Маленько получше, но. У них все вот это вот. Вот это. Вот это вот. Вот это стоечка. Здесь вот это открыто. Здесь карман. Еще и пулочка здесь. Пулочки в данном случае нет, но похоже. И поднятый рукав. Одно и то же. Вот тут покрой, который я вам показывала. Тетя подошла. Только она еще что-то смотреть, тетя идет сразу на тебя. Тетя эта, которая покупательница, девочка. Слышите? Все модели вот с этими вот. То есть вот этот вот рукав подворачиваешь и этой планкой застегиваешь его, да? Здесь карманчики, значит, такие. И здесь вот эта не стоечка воротника, а вот такой обделанной, обтачкой ворот. И все одинаковые они. И все они Кельвин Кляйн. Да и Майкл Корс, чье-то такие же. И при том это уже, наверное, по-моему, лет 10 стоит эта мода. Сейчас я вам их покажу. Их тут полно таких. Клейн написано. Энг Клейн почти то же самое, что Кельвин Кляйн. Вот. Ну вот этот еще полуверх. Что-то еще смотрится, да? Искусственная кожа, но она очень мягенькая. Ничего, он даже издалека смотрится. Ничего. 99 полная цена. Ну так ничего еще, да? Ну на работу можно и туда можно, да? Под брюки, да? Так еще ничего. Носы лучше на ощупь. Вот. Комбез опять. Ну здесь бедра такие. Ела так себе девочки. Иногда на диете сидела, да? Ну не так уж, правда? Нормально. Можно вот это носить. Даже с большими бедрами тети, она не будет скрадывать. Не такие они собраны. Ну если Татьянка, ни в коем случае. Если в Татьянку собрано платье на поясе, брюки или комбез, или что угодно, и у вас широкие бедра, не доведи вам, Господи. Будете сразу американской девочкой. Билет вам дадут и визу. Только так. Только пришла в посольство американское. Показала бедра. Все вам. Сразу. Are you American? Бэмс. Вы американская сразу. Это спальная рубаха. Похоже. Ну платье. Вам сразу визу раз. Только потому, что вот такое вот не пойдет. С широкими бедрами. Тоже белое. Это здесь, правда, не очень собрано. Объявили, что молок закроется. Ничего вот хорошего. Вот что я вам показала. Ну вот кофточку с кожаной вставкой. Так еще ничего, да? Вот такая с кожаной вставкой. Можно и с джинсами, и без джинсов. Вот с любой юбкой можно, да? И с белыми брюками. Вот, говорит, и в театр можно, да? Как-то говорила, она, говорит, и туда можно. Служебный роман фильм, помните? И туда можно. Что-то я хожу, все время по одним отделам здесь. О, ничего, здесь и мысис. Это надо уже так выбрать, так выбрать. Или здесь найти IC. А ну-ка, я сейчас спрошу. У нее IC нет, она занята. IC компанию или BCBG, если у них есть. Еще можно что-то посмотреть. Я не вижу по названиям там ничего. А, это в молл выход. Нет, мы здесь были. Сейчас, подождите. Есть еще здесь парочку. Ну, вот не вспомню. Сейчас вот припоминаю. М коллекшн, вот там. Что-то я тут хожу, да, вокруг матраса все время. И здесь не гладит, видите? Обычно в дорогих магазинах стимт делают стимт. Стим, стим это пар, стимуют это, отпаривают, да? У них есть парилка, и они раз-раз там, эти продавцы вручную. А здесь не стимт, над стимт, не отпарены, не отпарены. То есть помятая. Ну, вот это ничего, но это ж она не будет помятой, потому что шелковая. Вообще говорят, хорошая ткань мяться не будет. Слушайте, куда я выходила, заходила, чтобы мне выйти правильно на парковку. А это джиньор, по-моему, да, это молодежное дело. Он же детский, girls написано, от семи до шестнадцати. Ваш возраст, девочки. А вы альфаны. Альфаны. Ну, на работу, да, такой. Ткань так ничего, немножко резиновая. Альфаны. Семьдесят девять долларов. Новый прайс. И к ним что, шаровары. И шаровары такие. Ничего, если здесь что-то, блуза какая-то внутри, ничего. На работу нормально. Куда-то в офис, да, банк, да. Такая серьезная будет женщина такая. Тебе поверят, деньги отдавать тебе. Вот в такой ерунде я бы это. Это похоже на тетю с этого. Из ЖКО. Шапка обязательно должна быть норковая на голове. Притом большая, высокая такая. Такая, как боярские шапки. И я бы ей, конечно, вот эту вот месячную плату, когда платишь, проверяй и проверяй после нее. Да, девочки, в такой одежде. В такой одежде пошла на дискотек. Восемьдесят четыре долг. Ничего себе. Что-то дорого за такую-то искусственную кошку. Кожику. Майкл Корс компания. Я сейчас выход просто найду. А, наверное, вот это вот он и есть, куда я зашла, нет? Ну, похоже. Похоже. Да, наверное, вот сюда я заходила, детский отдел нас запомнил. Потому что здесь штук восемь выходов. И в разные эти самые. А потом будешь идти вокруг не просто магазина, а вокруг мола. Полкилометра, пока найдешь. Да, вот тут я что-то проходила. Помню эти купольники. Но. Девочки, ну это... Ай! Это ужасно, другими словами. Вот пришла тетя, нет? Тут еще может на тетю на русскую нарваться. Послушаешь, что про нее говорю. Да? Послушает. Ой, вот это что-то такое интересное тут. Вроде как подобрала подол. Да? Подобрала подол. И пошла так рукой. Вот так вот подобрала подол. Подол. 79 долларов за подол. А здесь дырка. Тоже, если коленки толстые. И... То есть коленка шапит. Нет, ну коленка будет ниже. Ну смотря, нет. Ну, моя коленка может и будет. Потому что я высокая. Если коленка такая... Ну такая... Я не знаю. Головастая, так скажем. То не очень-то и хорошо такое носить. Потому что коленка будет наружу некрасивая. Да? Впереди разрез. Сзади разрез. Иди за мной сбоку. Иди около меня. А спереди я вся твоя. Называется. Значит, это medium size. Во-первых, а смотрится большой. Это сарафан. Вот такие у нас носят на ближи. На ближи. И я бы такое, может, несила летом. Черная, зараза. У меня такой вот мелкий бы цветочек. Да не могу и черный. Отчего? Не вижу цену. Только он уже светится, зараза. Видите? Он светится, уже светится здесь. Все, это он обсветит. Обсветит все, что внутри. Вот что хочу скрыть. Все обсветит. Ой, я возошла в отдел. Такой, ладно, пошли. Сегодня не день для просмотра. Я смотрю, что ничего дискресивого я вам не покажу. Винс кому-то. Ну, Винс кому-то еще со-со. Но, опять же, посмотрю, в каком магазине Винс кому-то. Кому-то хорош, кому-то нет. Кому-то, видите. Ой. Не, ну. О, вот же они вот эти все. Видите, да? Вот об этом я говорила. Видите? Карман. А, ну, тут еще воротничок. А то вот так вот вырезано. И вот это тут. Уже лет десять эти вот эти модели такие. Лет десять. Майкл Корс, Кельвин Кляйн. Вот эти рубахи. Да еще, когда в бизнес женщина ходит, ей надо несколько таких, да? Майксенс, говорят, в Америке. Имеет смысл, ну, логически понятно. А если это Флорида? Да нет, так здесь они вообще не идут эти. Тем более рукав. Вот. О, платье. Вот это вот что-то такое. Девочки. Что-то необычное. Вот такая пройма. Нет, пройма здесь такая, а там еще одно платье. Так это две. А, нет. Подождите. Здесь завернуто. Здесь выворачивается. Видели? А здесь опять туда завернуто. Ага. Вот это ничего. Ну, опять же ж, этот рост метр пятьдесят должен быть у меня. И... Да нет, так вот ничего. Пошлось и длинное было. Я бы только носила. Что-то необычное, да? Коктейльное платье. Ничего. Мне понравилось вот это. Вот там такая накидка. А вот здесь такое... Это там подвернуто под руками. Вот это пепа еще ничего носила. Она всегда очень просторненькая. Все вот эти вот бедра, которые я говорю, что наел за жизнь, потому что жизнь хороша была. И материально обеспечена. Можно было бы прикрыть их. Ну, что, пошли отсюда. Ого. Нет, открыто. Пошли на улицу, на волю. Все, магазин закроется. Сейчас через 15 минут объявили по радио. Пусто, блин. Пандемия. Ну, еще воскресенье. В воскресенье люди сами. Даже не просто потому, что магазины закрыты. А люди сами уходят. Ну, то есть, не ходят скупаться, шепотаться и прочее. То есть, какое-то воскресенье, в Америке день отдыха с семьей. Вот это телевидно. Может, еще потому, что бейсбол сегодня. Футбол этот. Американский. Поэтому еще, наверное. Вот. Ну, вообще, воскресенье считается, вот если шопинговать, они в субботу поедут по магазинам, вот за тряпками, за всем. А если... А воскресенье, вот день отдыха, вот это вот, подготовка к работе. Поняли? Чтобы пахал и пахал на следующий день, на следующую неделю. Субтитры создавал DimaTorzok